А голосов как у ребенка, у человеческого. В Рязань на первые в своей жизни гастроли тигрята приехали еще совсем слепыми, а теперь уже смело осваивают новые запахи и территорию. Пока осторожно, потихоньку, но уже с широко открытыми глазками. Поздравляем вас с пополнением. Расскажите, пожалуйста, как будете воспитывать молодежь? Спасибо за поздравление. Воспитывать будем с любовью. Сейчас первая задача следить за их здоровьем, чтобы они хорошо развивались. Уже потихонечку их переводим на мясное кормление. То есть мама кормит молоком и дополнительно мы сейчас добавляем уже диетическое мясо. Там индейка, потом курица и в дальнейшем на говядину они перейдут. Тигрица Магда за свои 8 лет стала мамой уже в третий раз. Двое ее детей остались артистами в казанском цирке, остальные переехали в заповедник. Магда умная, заботливая и очень любит свою семью. Я тоже грязный, да? При этом Магда прекрасная артистка. На арене она с видимым удовольствием демонстрирует свои умения, как, впрочем, и ее коллеги. А еще все эти большие кошки любят нежиться с дрессировщиком Ростиславом. Кот он и в цирке кот. Конечно, когда в клетке свирепый хищник ведет себя, как ласковый котик, умывается, целует вас, облизывает своим огромным языком. А как удалось вам добиться такой нежности и любви от тигров? Не знаю, вот нарисовал себе картину мира такую, как-то так захотелось и вроде получается. Но тут нужно не забывать, что это все равно свирепые хищники и нельзя заигрываться, потому что они тоже могут показать зубки. Ростислав около 8 лет на профессиональной арене. Он продолжил дело отца. Сегодня они трудятся вместе бок о бок. Я с детства в цирке, благодаря тому, как папа стал работать в цирке, и другого выбора не было, как работать с хищниками. За красивым выступлением стоят долгие часы упорных тренировок и репетиций. Даже прямо сейчас питомцы разучивают новые трюки. Их еще нет в программе, но нам разрешили чуть-чуть подсмотреть. К каждому зверю свой подход, ведь у них разные характеры и настроение тоже бывает разным. Иногда они слушаются или ленятся, но с каждым Ростислав умеет договориться. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Почему ты начинаешь делаешь? Почему ты начинаешь делаешь? А? Вот так вот мы объясняем трюки. Слышишь меня? Сейчас нужно побежать, там перепрычивать. Они все понимают. Ну а тигрят и малыши растут очень быстро, и вскоре их будет не узнать. Сейчас за детками ухаживают и неспешно выбирают им имена. Имен еще нет. Сейчас я вот в инстаграм страничке своей закинул тоже пост. Спрашиваю подписчиков, какие есть у них интересные имена. Вот так что думаем над этим. В таком случае я тоже проголосую. Проголосовать можете и вы, зайдя в аккаунт Ростислава Гаврылева. И как знать, возможно, один из этих забавных тигрят получит имя, которое придумаете именно вы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».